В Одессе снова разыгралась непогода. Складывается впечатление, что природная стихия испытывает на прочность горожан. Вернее, на качество ливневок, дорог и деревьев. На этот раз больше затопила непривычная улицу Балковскую пересыпь, а практически весь Малиновский и Киевский районы. Зато центр города по-прежнему удерживал лидерство по количеству упавших деревьев. Очередной дождь в Одессе и очередные проблемы в жизни горожан. Особенно повезло Киевскому и Малиновскому районам, где окунаешься в эти самые проблемы с головой. В прямом смысле. Буквально выйдя из дома и делая первый шаг. Дальше только вплавь. Никуда. Вы в ловушке оказались? Да, да. Ловушка еще какая. Как же вы будете идти? Ну как-то вот иду, не знаю. Невозможно. Видите, если бы не было возможности обойти, даже тротуары невозможно пройти. Стоки, вероятно, забиты. Конечно, приносят неудобства всеми. Водителям и обыкновенным пешеходам. Что я могу сказать? Плаваю. Как вы из подъезда сегодня выходили? Расскажи. У нас вообще на улицу выйти невозможно. У нас на маршрутной. У нас просто улицу вот так вот водой заливают и пройти хоть через крыши пробить. То, что дождевые моря и реки стали проблемой для обычных одесситов, результат того, что прочистка ливневой канализации в свое время не стала проблемой городских властей. И если на Балковской и в районе Пересыпи уже затопило не так сильно, как обычно, то вот улицы Генерала Петрова, Ицхака Рабина, Филатова, Малиновского, Щерса, Варнинская залиты водой по самое не хочу. Конечно, забита канализация водяная. Забито, ничего не сходит. Трутары вообще идти невозможно. Везде поломаны. В конце концов и власти должны об этом заботиться. Ну, я как-то видела, что они чистят, но очень мало. Хотелось бы больше. Если дороги в спальных районах напоминают реки, то внутриквартальные проезды, внутриквартальные болота и озера. Но наши автомобили совсем не рассчитаны на то, чтобы бороздить дождевые моря и океаны. И каждую секунду, что называется, рискуют сесть на мель, то есть провалиться в ямы, которые не видно под водяной толщей. Ну, какие могут быть впечатления? Если проехать нельзя, не видно ни ямы, непонятно что. Куда можно въехать, неизвестно куда. И на какую глубину можно провалиться, тоже непонятно. Вот эта ливнемка, которая забита, ее пытались, пытались чистить, до сих пор никак не могут очистить. А что мешает прочистить? Ну, я не знаю, что мешает очистить. Может быть, организация, может быть, и специалистов нет, может быть, мозгов не хватает. Еще одна проблема непогоды по-одесски – падающие деревья. Только за одно утро, 7 апреля, успели упасть 7 деревьев. И только чудом удалось избежать человеческих жертв. Так как это, например, произошло на улице Мечниково, где огромная аварийная акация упала и буквально подмяла под себя железную ограду морского университета. При этом оказались порванные электрические провода. Значит, кроме неудобств, связанных с уборкой дерева на несколько часов, блестоящие дома лишились электричества. Дождь, как всегда, вызвал множество проблем у простых горожан, а должен быть проблемой нашей мэрии и головную боль у городского головы на предмет того, чтобы каждый ливень не оборачивался вселенской катастрофой. А, впрочем, кажется, у наших городских властей главный девиз – после нас хоть потоп. Алена Фомич, Евгений Войденко, телекомпания «Круг». Из-за разыгравшейся непогоды возникли определенные трудности и с передвижением общественного транспорта. Так, трамваи первого и седьмого маршрутов доезжали только до Лузановки. Дальше, в район Пересовского моста, вагоны уже просто не могли добраться из-за того, что трамвайные пути были залиты водой. Между тем, ближе к вечеру количество павших деревьев уже стало исчисляться десятками. А затопленными оказались не только Малиновский и Киевские районы, но и горячо любимый Геннадием Трухановым Суворовский район. В результате множество утонувших и разбитых деревьями авто. А если прибавить к этому повреждение линии электропередачи, из-за чего обесточенными оказались дома и даже микрорайоны, то понятно, что очередная непогода вновь обойдется городскому бюджету в копеечку. Напомним, неготовность города к снежной стихии в январе обошлась в 21 миллион гривен.